В этом учебном году все ученики 10-го профильного класса 11-й школы обрали белорусскую мову у якости выучения на повышенном узровне. Асенсованному выбору на корысть этого учебного предмета сприяются организации до профильной подрихтовки просфакультативные занятки, объединения по интересам, уделы в конкурсах, эдукационных мероприемствах, экскурсиях, краезнавчей работе. На причине наставника я была отказана за захование родной мовы, за захование традиций, традиций малородимых, за выхование патриотизма и гражданской позиции ученых. И ведь мне важно сегодня не упустить такой момент важных известок, которые с учеными нашими ишли в свою жизнь. И на сегодняшний день в любом из ростей были, как угодно, по-человече, отчувать себя на земле проводков, дорожиться своей историей, культурой. Складенная во установе эдукации система выучения предмета на повышенном узровне становчиво впливает на якости видов ученев. Зладженная система работы, рациональное выкористание наставниками белорусской мовы и литературы и методов научения приводит до достигнения певных педагогических выникнов. Я буду с 10 класса, я думаю, что наши краины должны помнить ваше минулое, но я и буду творить будущее. И нашей новостей является захование вашего мовы. Важно эту работу проводить не только у стенах школы. Некольки годов во установе истинное объединение по интересам спадшина, удельниками которого являются и батьки, и наставники, и дети. Вот такие теплые творческие трехкутники. У всех мы разом реализовали такие текавые творческие проекты под названием «Родная земля Агрея» и «Аберагая». У выникулкова дети из городского сайродия как бы опынулись вот такие утольные теплые куточки белорусского полесия. Затекаются житем везки. С энтузиазмом восприняли и дорослые, так и дети. И мы выросли наведать везочку Альшанка. Везочка Альшанка Пинского района прибавливает тем, что она окружает и окружает лес с троу боков. А еще прибавливают там люди, которые там живут. Такие добрые, ширые, такие милосердные и открытые. Именно везда яны стали мостиком, який звучит минулое и сучасное. И будя этой деятельностью мы можем таком акциях заховать, вырытавать и вернуть знякуты тое, что могло зникнуть не заусёды. Я лечу, что каждый человек павильный видать историю родных местин и культурные традиции своего края. А веклянце, это значит ценить и вырахчы ганариться и будить национальные годы. Почти патриотизма, без якого не массу. Экспедиции, якие у нас проходят, были вельми цикапые, творчие и классные. Для меня важно знать историю своих прозгов. Вельми хочется, как больше людей разговляло на белорусской мове, потому что это наш сказок. Я так само был гудельником объединения Спадшина. Мы с батьками ездили у вёску Альшанка и уступали вносины с ее же храма. Эти износины нам дали стимул учить белорусскую мову. Надхённая праца не проходит даремно и становится ещё одним кроком на шляху навучению мовленю народной белорусской мове в учнях. Каб створить мовленчайся родзи и необходность выкористания белорусской мовы, наставники шукают разностайные шляхи ещё с початковых классов. Самые малые докранаются до выучения родной мовы про знакомство с белорусской культурой. Запрошаю выхованцу дитяшого садка на свято-белорусского слова. Проводим традиционные титни белорусской мовы. В Белоруссии я живу по белорусскому говору. Титень белорусской литературы с хронис народных. При ветое цикавости до книги, родной мовы, особой письменника, отражение семейного читания, тематичная декада сябруем с бусем и весёлкой, дала махчимость молодшим школьникам удельничать в разных цикавых мероприемствах. В фестивалях поэтичного слова, конкурсе виды и роликов, брын рынку, весёлочных читаниях. Цикавость до белорусской мовы растёт сгоду в год, и в этом выник плённой працы наставников. Довести до сердца и розуму кожного вучня, любовь и пашану, дародного слова, показать богатце нашей мовы, да помогчи отчуть необходность сведать и уживать яе. Процесса володания мовой – это не только передача веда, умения, навыков, а, перш за всё, выхованье души саправданного патриота своей родимы.